ребят все с добрым утром с вами канал и фондру и мы работе как обычно нажал на сегодня много находимся сейчас с вами ребят в андреевке он сколько всего и по чуть-чуть и вот это все на 38 точек доброполе село доброполе ну короче всего по чуть-чуть друзья да ребят один единственный выходной что больше не было капец вообще ни хрена не отдохнул ну короче как-то так конечно на ту неделю я еще два дня болел я болел потом я выздоровел жена заболела потом илюха мало того что с рукой с переломом тоже заболел короче капец пока сила какая-то хрень ходит непонятно какая косит всех подряд так ребят на что едем дальше бороздить сергеевку разметочку навели новенькую а правой стороне у нас женский монастырь об сейчас погодите река бычок и не бычок и не река а так себе камыш на туре какая-то брика ручеек под названием бычок ах красота да лёха огонь так где коровы купаются на этой стороне купаются коровы на той стороне купаются люди принципе нормально не знаю кристально чистая она или голубая ну то что запах вам без на это я могу сказать мустая стопроцентно уверенность не свои лапки помыть мы точно не здесь оля-ля-ля мне можно на плитах ходить а я в то но камушки прогуляюсь у ребят за пошел кого с это селе аннов кастовочек находится я думаю что В следующем году обязательно с женой съездим сюда, потому что в этом году уже не получится. Вода холодная, не успели мы немножко. Я думаю, в следующем год будет намного лучше, и мы сходим, съездим, покупаемся. Замечательный самочек. Ну, а сейчас мы уже практически в Доброполье. Как ее называют? Жемчужиной Донбасса. Я не знаю, в принципе, как раз почему так назвали. Видимо, потому что Доброполе – это город шахтеров. Здесь же, кстати, газа нет в Доброполе, ребят. Я вот не знал до одного момента. А то теперь знаю точно. Что они все от электричества. О, мужичок полез купаться. Нет, вода, кстати, теплая, ребят, я вам хочу сказать. Даже довольно-таки очень теплая. Такая приятная водичка. На ощупь. Так, ладно, ребят, будем езжать. А то сейчас чувствую телефон в воду уроню. Ох, и ветер сумасшедший. Леха, хватит лазить, пошли. Сам бы тут остался. С шашлычком, с пивасиком. Да ты что? Что, у нас в будке-хавке до хрена, мы уже задержимся. Колбаска там, все дела, да? Жалко только пивасик. Пивасик. Слушайте, ребят, у меня вопрос. Вот если мы на поверхности наблюдаем такие большие горы, то представьте себе, что творится под землей. Держу пари, там целый город. Или такие, знаете, ходы, катакомбы. Так, ну что, ребят, мы уже в Добрике. Сдали 14 точек. Время уже у нас полдвенадцатого. Так что постепенно двигаемся в нужном направлении. Доброполе, ребят, сегодня тихо, спокойно. Все хорошо. Дует сильный ветер. Скорее всего, перемена погоды будет. Так, ребятки, и время 2 часа дня. У нас по правую сторону самолетик. У нас, кстати, тоже в Дружковке такой. Парк красивый. Надо будет как-нибудь съездить погулять. Далековато, правда, ехать, но ничего. Уже приближаемся к окончанию рабочего дня. Так что потихонечку выдвигаемся в направлении выезда. Да, ребят, в Доброполе сегодня что-то как-то сильно большое движение. Особенно в центре, капец. Не выйдешь, ничего, блин. Ждешь, и ты очередя. Особенно этот поворот налево, я его терпеть не могу, если честно. Это какой-то капец. Направо еще так более-менее можно повернуть. А налево это жесть. Стоишь, ждешь по 1, 2, 10, 15 пропускать. Да, е-мое. А спешить-то надо. Вот такой, ребятки, закат у нас сегодня. Вот сова улетела, сидела там высоко-высоко и в итоге улетела. Ладно, ребят, на этом все. Завтра увидимся. Всех благ вам. Хорошего, тихого, спокойного, мирного вечера, а также ночи. Ну и утро сам от собой. Все, всем пока. Всех рад видеть. Субтитры сделал DimaTorzok